Российские мобилизованные гибнут в Украине быстро и сотнями, а в Киеве готовятся к худшему. Эвакуация в случае продолжения обстрелов, но паниковать рано. Почему? Все расскажу сейчас. В эфире НЕХТА самые важные и интересные новости. Российские войска не теряют надежды всех запутать в Херсонской области и обстреливают Запорожье. Есть погибшие. Вже отзначается примусовое выселение с приватных будинков и Каховки, и новой Каховки, которые расположены в безпосредней близости до госбережья речки Дніпро. Самих погибших россиян никто не считает. Из Макеевки не вернутся несколько сотен человек. Соединенные Штаты просят Украину повременить с отказом от переговоров, а сами отправляют самолеты в Иран. Спасибо, что вы с нами, чтобы закрепить нашу дружбу. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Это важно для нас всех. Нас уже больше миллиона и спасибо вам за доверие. Киев планирует эвакуацию. В самом худшем сценарии 3 миллиона человек, приблизительно столько людей проживает в Киеве сейчас, могут остаться без всех коммуникаций, без света, воды и отопления. Киевские власти, конечно, пытаются просчитать все варианты развития событий и подготовиться к самому худшему, но тут сложно быть готовым на 100%, поэтому вариант с массовой эвакуацией тоже рассматривается. Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю систему электроснабжения. Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения. Мы помним историю с вице-премьером Ириной Верещук, которая призывала тех, кто выехал за пределы Украины, оставаться на зиму там. А теперь киевский городской голова объясняет, что же нужно делать, в каком случае, и просит тоже подготовить себе, так сказать, резервные позиции. Я прошу каждого из вас мати деякий запас питной води дома, техничної води дома, мати батареи, которые должны быть заряжены, я маю на увазе аккумуляторные, из которых можно зарядить телефон. Запас, деякий запас ижи, теплые речи, потому что мы прораховываем різные сценарии, если не будет тепла. Кожна школа, я же садок, там, где есть генераторы, они могут работать как пункт обогрева, где можно и время провести обогрева, где можно отримать первую необходимую помощь, ижу, напои. То есть мы сейчас этим занимаемся, и количество таких пунктов в Киеве будет как минимум тысяча. Если у вас есть родители, знакомые в предместке Киева, там, где есть отдельное водопоставление, печь, тепло, для того, чтобы тем временем там проработать, также, будь ласка, прорахуйте, договаривайтесь на всякий случай, на случай того, если будет плохой сценарий развиваться, для того, чтобы вы могли провести некоторый час у своих друзей или знакомых. Российские войска обстреляли Запорожье, один человек погиб, разрушено двухэтажное здание. Секретарь городского совета опубликует фото последствий, еще больше фото и видео вы можете найти в нашем телеграм-канале. Но вместе с обстрелами Запорожья странные вещи происходят в Каховке и Новой Каховке. Это южнее Поднепру от Запорожья. Мы уже говорили, что россияне пытаются показать, что отступают со своих позиций в том регионе. Ну, как-то странно получается. В местах Каховка и Нова Каховка ездят машины с гучномовцами по улицам и попереджают, что до 7 листопада абсолютно все мают покинути место Каховки. Вже назначается примусовое выселение с приватных домов и Каховки, и Новой Каховки, которые расположены в безусловной близости до госбережья речки Дніпро. Спочатку такую информацию подавали с Голої пристани и Залешок. И там першочергово окупанти начали вот это так звание выселение, но вместе с этим они строят фортификационные средства абсолютно по всему узбережью. По всему узбережью Дніпра на Левом березе и по узбережью Каховского водосхолища. Около пяти сотен мобилизованных ликвидировано в Макеевке, Луганской области. Об этом пишут российские СМИ, а украинский Генштаб публикует сводку по потерям оккупантов за прошедший день. И говорит о 490 ликвидированных российских военных. Как могло такое произойти и за какой промежуток времени, но не за один же день все это случилось. Они ведут артиллерийский обстрел позиции, потом отправляют у нас тут там, ну, певный там подроздел до взвода, десь так, максимум 40 людей, трохи больше взвода. От они там гинуть, знову обстрел година там, чи декілька годин, і знову відправляют певный подроздел. Ну, знову ж таки, плюс-минус там, від 10 людей до там 30 в районі взвода. І от ті, що йдуть постійно в наступ, вони просто йдуть по трупам власних вояк, тому що їх навіть там не забирають. А не забирають, то це дуже просто. Вони їм просто не потрібні. Тому що якщо забрати тіла, то за них ще треба родинам, ну, виплачувати певну грошову там компенсацію. Российські медіа підтверджають, що в бой пускають первими мобилизованних. А на следующій линії за ними уже контрактники і добровольці. Убитих действительно никто не считає. Наверное, це один із немногих случаев, коли можна верити российським медіям. Вашингтон призывает готовиться к переговорам. Іздання «Вашингтон-Пост» пишет, що администрація Байдена в частному порядку призывает Зеленського заявити о готовності к переговорам с Россией. Кроме того, просять отменить указ, которым президент ввел в действие решення Совета нацбезопасності і оборони о невозможністі переговорів з Путиным. Це указ от 30 сентября. Іздання ориентирується на свої источники, ділят уточнення, що такі розмови ведуться із-за американських избирателів, які бояться, що війна може затягнутися. Але може, американці видять більше перспектив в переговорах? Вряд ли до деоккупції всіх українських територій на такі розмови, переговори согласяться самі українці. Отвідіть свої війска в полному об'юрі. Вторе. Єсть міждународно признані границі Російської Федерції. Вони зафіксувані в рамках міждународного права. Очень чітко розписано. Второй пункт. Пожалуйста, міждународно признані границі. Остановились там, і тоді є якась у вас переговорна позиція. Внятна. Третье. Безусловно, Україна чітко понимає, що все, що сьогодні в країні разрушено, дуже багато разрушено. Домов, промышленних предприємств, торгових центров, школ, больниць і т.д. Все це требує компенсации. Конкретно компенсации со сторони Російської Федерції. Никто другой платити за те, що ти сломав, а сломала тільки Росія, не може. І, наконец, третій пункт переговорного процеса, дуже внятний. Це обменялись всіх военопленними, всіх на всіх. Це ключове. І втора частина цього ж пункта, третєго, це значить, що военні преціпники, які, собственно, вбивали гражданське население чи віддавали прикази на разрушення енергетичної інфраструктури, вони пройти через процедуру спеціального трибунала. А Соединенні Штати в це час відправляють военні самоліту в сторону Ірана. Може це бути реакція на заявлення о готовіщомуся нападіні на Саудовську Аравію, анонсуванному нескільки днів назад. Але тут інтересна ще одна історія. Рішення Саудовської Аравії сократити добычу нефти зовсім не підходить Соединенні Штатам. Але сохранять партнерські відношення потрібно. Тепер у Штатов появляється шанс показати, хто ж на самом деле друг і під чьей защитой знаходиться Саудовське королівство. В самой публикації «выліт самолетів» называють, цитирую, іллюстрації прочності і важності партнерства США і Саудовської Аравії. Но странно ще й то, що о готовіщомуся нападіні Ріят сказав несколько днів назад, а самоліта, вроде як, з Персідського залива, вилетіли тільки зараз. Будем наблюдать за ситуацией, вас приглашаєм вместе с нами в Телеграм Нехта Лайв і здесь в Ютубе, не забывайте подписываться на нас. Самоліт частной компании «Престижен Эйр» упал в озеро Викторія в Танзанії. По предварительным данным, на борту находились 49 пассажиров і 4 члена екипажа. На момент записи видео известно о спасении 24-х человек. Пам'ятник Екатерине II в Одесі частично прикрыли. Держать Екатерину будуть за деревянным забором, а что с ней делать, решат на ближайшем заседании Горсовета. Мэр города раньше говорил, что не против пам'ятник снести, тем более, что в него постоянно что-то прилетает от недовольных граждан. Бытує мнение, что именно Екатерина II основала Одесу, но город Хаджибей на этом месте существовал задолго до Екатерины. Тема важная, поэтому жду ваших комментариев, что думаете, она, не она, стоит сносить или не стоит сносить. Ваше мнение интересно и важно. Но на эту минуту у меня все. Спасибо, что смотрите. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Таким образом нас будет становиться больше, а это значит, что больше людей будут знать правду и иметь доступ к проверенной информации. До новых встреч и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok